Ашкелон Нам очень радостно и приятно сегодня находиться в этом городе. Я думаю, что мы доставим вам сегодня большое удовольствие, потому что 9 канал, канал Израиль Плюс, продолжает свой один из самых лучших, с моей точки зрения, проектов, лучшие команды КВН мира на 9-м канала. Аплодисменты Уральского политехнического института «Уральские племены». Аплодисменты Должен вам сказать, что эта команда очень титулованная. В 2000 году она стала чемпионом в клубе КВН. В 2002 году она сумела завоевать кубок чемпионов. Кроме того, она дважды завоевывала кубок, который называется «Кивин в белом», однажды кубок, который называется «Кивин в золотом». Я сейчас хочу пригласить на эту сцену команду КВН Уральского политехнического института «Уральские племены». Аплодисменты КВН Уральские племены 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 Слушайте, посмотрите туда. Там кофе есть? Есть. А вот так? Так нет. Понятно? Вверх. Мужчина на кухне. Единственный раз в году 8 марта. Да при чем здесь 8 марта? Ну, давайте лучше вспомним, как мы Новый год отмечали. Точно, я помню, 31 декабря стою на Эпелевой башне, пью шампанское, красотищное. Серега, это ерунда, я на ботискапе погружаюсь в Красное море с Путиным. Сигня, я, короче, под Новый год стою на верхушечке Эвереста, стою на сноуборде. Поехал Путин за мной, на лыжах такой. Вообще, как, что молчишь-то? Говори, где Новый год отмечал. А ладно, что там? На кухне отмечал. С вами, между прочим. Только не курил. Парни, парни, там это, слово-то как называется, песня еще такая есть. Да блин. Лондон, Париж, голуби вверх, великие крыши. Старые бульвары, на деревьях пожар. Пожар там! Пожар! 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 Кто пожар? Че горит? Че горит? Че горит? Че горит? Че горит? Как? Голуби могли поджечь крышу. Лондон, Париж, голуби вверх, великие крыши. Старые бульвары, на деревьях пожар. Я не знаю, как это... Лондон, Париж, голуби вверх, великие крыши. Так, так, все-все-все-все. Все, товарищи, давайте все вместе, вместе с вами сейчас отправимся на первый съезд человеков-невидимок. У нас на связи наш специальный корреспондент Вячеслав. Да, да, Андрей. Алло, Вячеслав. Я слышу, Андрей. Ну что, как проходит съезд человеков-невидимок? Ну, честно говоря, я пока еще не понял, проходит съезд или нет. Ой, ну тут одному делегату стало плохо. Что же вы стоите? А что делать? Делайте массаж сердца. Отойдите, я буду делать искусственное дыхание. Парень, держись! Пацан, парень! Держись, пацан! Ты че, давай? Это... По-моему, я ему нос сломал. А ты побежал куда-то, а? Вот догнать бы его. Да шнурок развязался. Побежали! Побежали! Че это было, я не понял. Детра, детства, ты куда-то... Откуда звук? Детра, детства, ты куда-то... У вас там играет че-то? Детра, детства, ты куда-то бежишь... О, парни, тут побольше динамики-то будут, как раз. Детра, детства, ты куда-то... Э-э-э-э-э! Э-э! Э-э-э! Э-э-э! Че вы делаете? Музыку слушать. Слушайте в другом месте. Вы че смеетесь-то? Это эхо. Вообще, в КВН-е, в КВН-е так нельзя шутить. Это КВН! КВН для меня вообще он святой! КВН, КВН, КВН! КВН для меня вообще как инфаркт! Почему инфаркт, Андрей? Почему инфаркт и че говоришь? Ну, че, да... Был у меня вчера инфаркт. Как я знаю, Андрюха, ты че, когда? Ну, инфаркт, инфаркт, как горло болело, че-то. Да нет, мужики, вы че... Для меня КВН, он как... Ну, не знаю, ну... Как секс! Че, тоже ничего не получается, да? Ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла... Мы продолжаем наш концерт, уважаемые аж пилоняне И сейчас мы окунемся во время 80-х годов 6.00, утренняя гимнастика Доброе утро, дорогие зрители! Начинаем утреннюю гимнастику, я ее ведущая Мне помогает мастер спорта международного класса Валентина Ивановна Вал! Солнце ярче близки золотыми лучами Валентина, я смотрю у вас новые чешки Да, купила вчера в магазине все и чешки Также мне помогает отличник ГТО, фрезеровщик второго разряда Петр Шмаков Фаля, 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 не марайте ваши новые чешки, ну что вы, мы в эфире уже давно, встанем на место. За роялем Элеонора Инглишевна Банштейн. Так, первое упражнение, начинай, и... Сколько стоят ваши чешки? Вам могу продать за восемь. Это дорого, ужасно, я взяла за три-четыре. Че, давай хотя бы за шесть. Закончили упражнение на жадность. Закончили. Так, следующее упражнение, руки в стороны вверх, в стороны вниз. Чтобы усложнить упражнение, Петр может взять в руки гантели. А че сразу Петр-то? Петр может взять в руки гантели или пойти обратно на завод фрезеровщиком. Гантели. Гантели, гантели. Упражнение начинай. Валя, а вы как на телевидение попали? А я ногу сломала. Тренеру. В двух местах. В Бедре и в Омске. А вы как попали с завода на телевидение? Небось, блат. Какой блат? Сестла. Меня Бог-то умом не обидел. Обидел, Петр, обидел. Вы просто не обидчивые. Чего? Что? Завод? Гантели. Гантели, гантели. Так, следующее упражнение. Чтобы усложнить упражнение, гантели берет Элеонора, вы судьте туда, ебла! Ну что вы себе такое позволяете? Вы с... Света! Так, следующее упражнение. Руки перед собой. Перед собой руки. Положим их на кульман, если вы конструктор, на парту, если вы студент, на станок, если вы токарь. А если гинеколог? Петр, вы не в заморской курилке! Гантели. Гантели. Что тебе гантели? У кого нет гантелей, можно взять в руки бутылки с вином. А можно херес? Херес тебе. Гантели. Гантели. Упражнение начинай. Петр, вы кем вообще в детстве мечтали стать, а? В детстве я мечтал стать взрослым. А то как-то несподручно, ребенок с резервовщик. А вы кем хотели стать в детстве? Элеонора Фейсомов Тейбловна. Лучше всего на свете я хотела бы стать и уйти отсюда. Можно? Нет, нельзя, Элеонора Факинчедовна. Я же вам придется сдаться, Элеонора Албибаховна. Ну что вы себе такое позволяете? Да про меня, между прочим, сам Шаляпин говорил. Что это за чмоза рояля? Я не поняла, о чем музыки-то нет, а? Более. Извините, нас за технические невяночки. Итак, последнее упражнение. Ходьба. Скажите, а можно я сегодня в больницу? Чуть пораньше уйду. Нет, нельзя. Вам придется остаться, Элеонора. А стало миста Бейбовна. Ходьба. Какая ходьба? Поля. А что, музыки нет? Ходьба. Давай, раз, два, три, четыре. Темп, давай, раз, два. Ходим, раз, два, три. Булками шевели, кто-то ходит вообще, не знаю. Темп, давай, господи, боже мой. Ну, раз, три, шевелите, не знаю. Темп, давай, выходить будете лидом. Научусь качать. КОНЕЦ Я вам первое время на заводе-то помогу. Ну, теперь, дорогие друзья, отдохните немножко. Я прочитаю вам стихи. У меня стихи, они такие расслабляющие, напрягающие. Многие говорят, что это проза. А я говорю, да. Но в стихотворной форме. Ну, и так, что вам рассказать? Из высокого. Хорошо, вы все знаете. Расскажу новенькое тогда. Бабочка из Намибии перелетела сюда. Как ты добралась-то? Неважно уже. Политическое. В резиденции Джордж Буша-младшего переполох. Джордж Буш старший сказал Джордж Бушу среднему, что Джордж Буш-младший лох. Идет бычок, качается. Качается, идет. Идет, опять качается. Качается опять. Вдруг сел. Опять качается. Поднялся, снова сел. Да кто же остановит Бучковский беспредел? Еще, еще, еще. Че мне, мало. Шучу. Если ты обожрался тортом или жиром обросься сильно, то пора заниматься спортом. Это здорово и сексапильно. Все? Да ведь. Мышь. Давай. Кто знает, выйдите из зала. Одинокая белая мышь потеряла невинность в сарае. Здесь, спустя несколько дней, потеряет невинность другая. Я не знаю, что делать тогда с этим чудным явлением природы. Но так было и будет всегда. С Новым Годом, друзья. С Новым Годом. Спасибо вам. Перед тем, как начать разминку и перед тем, как ребята будут отвечать на ваши вопросы, значит, я читаю всех спонсоров, то есть людей, благодаря которым во многом состоялась наша встреча замечательная команда «Уральские пельмени». Итак, интернет-портал «Заав.ру» Интернет-газета «Урсо» Телефонный портал «Мобилай» первая радио. АПЛОДИСМЕНТЫ Газета «Вести». АПЛОДИСМЕНТЫ Радио «Рэка». АПЛОДИСМЕНТЫ Туристическая компания «Флайн Карпет». АПЛОДИСМЕНТЫ И генеральный спонсор гастролей команды КВН «Уральские пельмени» Девятый канал «Израиль Плюс». АПЛОДИСМЕНТЫ И мне бы очень хотелось еще выразить особую благодарность человеку, благодаря которому действительно это все состоялось. Это продюсер «Израильской лиги КВН» Михаил Чигиринский. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Миша. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену для ответа, ответов на ваши вопросы команду КВН «Уральского политиклического института «Уральские пельмени». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, что каждый из этих ребят заслуживает того, чтобы мы отдельно назвали его, и поэтому я с удовольствием мы этого делаем. Замечательный звукорежиссер команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Калугин. Вячеслав Местников Максим Ярица Сергей Нитиевский Дмитрий Брикоткин Дмитрий Соколов Капитан команды Андрей Рожков А все вместе команда КВН «Уральские пельмени». Ладно, начнем. Что делать, если вдруг у вас пропал голос? Вот такой вопрос. Что делать, если у вас пропал голос? Ну, значит, вам обрезали не то. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня вопрос по национальному вопросу. У меня вопрос по национальному вопросу. Судя по фамилиям, у вас в команде одни пельмени. Почему нет ни одного вареника, спрашиваю, хинкаля, манта или на худой конец креплаха? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, повторите вопрос. У меня вопрос по национальному вопросу. Судя по фамилиям, у вас в команде одни пельмени. Почему нет ни одного вареника, хинкаля, манта или на худой конец креплаха? Неважно совершенно, что мы пельмени или манты. Главное, что мы не слипаемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы завтра уезжаете на Урал Передатчику с оказией не передадите А ваши где сидят? Вот хороший вопрос Немножко такой нескромный, но видимо девушка что-то знает Носите ли вы нижнее белье? Причем характерно, она спрашивает у всех Если бы у одного еще... Ладно Пожалуйста, повторите вопрос Вопрос такой, я запомнил Носите ли вы нижнее белье? Конечно носим, вот заметьте У всех рубашки на выпуск А у Соколова на впуск Зато я на трусах экономлю Еще я старше, если сильнее Сами-то в колготках ходите Теперь такой вопрос В чем разница между еврейскими пельменями и уральскими евреями? Повторите вопрос В чем различие между еврейскими пельменями и уральскими евреями? В чем различие между еврейскими пельменями и уральскими евреями? Точно такая же, как между вашей сукой и сукой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Уважаемые затаки, приветствую вас в самым интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом. А кто это говорит? Не знаю. Давай спросим, если ты девица красная? Че у тебя с голосом? Уважаемые затаки, прошу садиться. Все ли все? Скотч видел кто-нибудь? Нет? Сделал. Грустели все? Быстро говорю, че неясно за это. Че? Грустели все, че непонятно так? Грустели все? Че? Грустели все? Че, игнорируем, что ли? Не понял? Грустели все! Грустели все! Грустели все! Грустели все! Грустели все! Может быть, хватит орать? Все сидят. А это че? Он так сидит. Ты это... Встань, не маячь! Итак, начинаем игру. Первый раунд. Че делать? Крутите волчок. Понятно. Итак, для начала, 100 долларов красное. Не надо ля-ля. 100 долларов зеленые. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из городов Тульска. Внимание на экран. Вопрос задает сама Анна Ивановна. Уважаемые знатоки. Привет! Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. Опа-на! А в 16 веке за то, что я наделала бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос. Почему? Время пошло! Гладиолус! Причем здесь Гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы за это сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что Гладиолус! Время? Полдесятого. Спасибо. А кто будет отвечать? Отвечать будет Друсь. Друсь? А где он? А мы откуда знаем? Идите, ищите, спрашивайте. Может быть, я вас удивлю, господа ковынчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом. Что за новшество? Тогда отвечать будет Вячеслав Мясников. Что с тобой? Ну, ответь не видишь, мне плохо. Я сейчас отвечу, вам хуже будет. Ну, что, Гладиолус? Потому что Гладиолус, придурок. Итак, ваш ответ? Потому что Гладиолус, придурок. Значит, вы считаете, что в шестнадцатом веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что Гладиолус? Придурки. Да, клянусь, скотчем, да. Ну что ж, послушайте правильный ответ. Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в шестнадцатом веке, меня сожгли бы на костре, потому что Гладиолус. Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не Гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать сорок тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был этот Гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале неизвестной им игры. Но не волнуйтесь, дорогие телезрители, на счете это никак не отразится. Итак, счет один-ноль в пользу телезрителей. Уважаемые уральские пельмени. Вот, уважаемые. Зауважаем сразу. Спасибо вам за идиотско-танцевальную паузу. Продолжаем игру. Второй раунд. Андрюха, можно я? Давай. Вопрос задает. Ему рейдрит твою сэйч Гельмуддина. Из... Из жалости. Внимание, черный ящик. За первый вопрос дали. Итак, этот, ну скажем, плод растет на банановом дереве. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Десять доходит. Время пошло. А ты идти не хотел. Ну че? Все же ясно вообще. Ясно. Мы тупим-то вообще, конечно. Че будем отвечать-то? Гладиолус или потому что гладиолус? Вот бешеная голова. Тебе что спрашивают? Что в черном ящике? Ты же не можешь ответить, потому что гладиолус. Могу. Слушайте, давайте не будем рисковать. Давай слово ответить, гладиолус. А то этот вообще тупой. Там тайник. Я пошел за ломом. Не-не-не-не-не. Подожди, Андрюча. Мне кажется, там не может быть гладиолус. А что там может быть, пердулев? Ну, Андрюча, не может быть один и тот же ответ два раза. Я смотрела эту передачу. Ты смотрела эту передачу? Че мы там ответили? Время. Часы купи себе, а? Затолбал. Это ваш ответ? Да. Ну что ж, ответ принят. Да. Итак. Нет, нет, конечно. Да. Итак, послушайте. На банановом дереве растут бананы. А в черном ящике гладиолус. Ответ принят. Послушайте, правильный ответ. В черном ящике бананы. Еще бананы? Опа, не бананов, не скотча. Итак, Затоки проигрывают со счетом 2-0. Затоки, вы че там стоите? Вы так проиграете вообще? Че? Продолжаем игру. С бородой найди жену. Крутите волчок. Нам сказал Борис Крючок. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я впервые за всю историю передачи «Что, где, когда» вынужден остановить игру на счете 2-0. А че так? Потому что мне все надоело и ваша тупость, и даже ваши костюмы. Вот это для меня сейчас вообще дико прозвучало. Чем вам наши костюмы-то не нравятся? Вы смотрите, как вы одеты, а? Настоящие Затоки одеваются просто, со вкусом безвычурности. Опа, на скотч нажился. Впрочем, что я им объясняю? Увы, господа, игра окончена. Опа, на скотч, скотч, скотч. Мы весело дорождаем, что поделаешь, ведь мы с Урала. Ребята, с Урала. Аяфима, Аяфима, Зирус Алима. Аяфима, Зирус Алима. Спасибо. Продолжение следует...